Сергей Есенин Литературная летопись не отмечала более быстрого и легкого вхождения в литературу. Всеобщее признание свершилось буквально в какие-нибудь несколько недель, писал о начале творческого пути Сергея Есенина русский поэт и прозаик Рюрик Ивнев. Сергей Александрович Есенин прожил всего 30 лет. Жизнь его была яркой, эмоциональной, пылкой, но закончилась трагически. Он писал о грустном, веселом и отчаянном. Поэт воспевал русскую природу с ее лесами и полями, народ, русскую деревню с самобытным языком и бытом. Лирика Есенина бунтующая, страстная, чувственная, полная искренности, сердечной теплоты, любви к родной крестьянской земле. Сергей Есенин, один из самых известных русских поэтов 20 века, родился в русской глубинке в селе Константиново Рязанской губернии. Родители поэта Александр Никитич и Татьяна Федоровна почти все время были на заработках, поэтому воспитывали Сергея бабушка и дедушка. Детство поэта не было отягощено крестьянским трудом. Дед Федор Андреевич был старообрядцем, у которого часто собирались странники и другой люд, певший старинные русские песни. Так Сергей Есенин с детства приобщался к народной песенной культуре. Казалось, все способствовало тому, чтобы мальчик начал писать стихи. И сказки, рассказываемые бабкой, и пересказы Библии и священной истории, да и сама деревенская обстановка. Проходили калики деревнями, выпивали под окнами квасу, у церквей пред затворами древними поклонялись причистому спасу. Читать Сергей научился рано, в пять лет, а с восьми-девяти лет начал писать стихи. Начальное образование юный поэт получил в школе, которую закончил с похвальной грамотой, хотя его и оставляли на второй год в третьем классе. По настоянию родителей, которые хотели, чтобы их сын стал учителем, юный Сергей поступил в Спас-Клепиковскую учительскую школу. Но Есенина педагогическая стезя не интересовала, уже тогда он видел свое призвание в поэзии. Проучился Есенин в школе только полтора года. В раннем творчестве поэта мы не найдем характерных для есенинского стиля интонаций словечек вроде «голубень», «синь», «просень», «местной» и «диалектной лексики». «Осень», «небо тучно», «ветер шумит», «природа скучно», «всюду глядит», «цветы поблекли», «деревья голы», «сады заглохли», «печальны долы». После того, как поэт бросил школу, он уехал в Москву. Сначала работал в мясной лавке, куда его устроил отец. Затем Есенин устроился в типографию Ивана Дмитриевича Сытина. Осенью 1913 года Сергей Есенин стал вольнослушателем на историко-философском отделении Московского городского народного университета имени Шанявского. Также посещал лекции по истории русской литературы. Поэт бросил учебу, но полтора года университетских занятий все же дали ему основные знания. После Есенин занимался самостоятельно, много читал. Он хорошо знал не только русскую литературу, но и зарубежную. Особый интерес у Есенина вызывали фольклор и мифология разных народов мира. В это время Есенин увлекся идеями социал-демократической партии. Он распространял политические листовки, агитировал рабочих отстаивать свои права, принимал участие в забастовке против гонений на пролетарскую печать. Аресты, репрессии, гонения – все это нашло отражение в его творчестве. Есенин отправлял в столичные журналы свои стихотворения, но их не печатали. Однако московские издания выпустили журналы и газеты со стихотворениями поэта. Например, детский журнал «Мирок» опубликовал сначала стихотворения «Береза», а затем вышли в печать «Село», «Воробышки» и другие. В стихотворениях «Гой ты, Русь, моя родная» и «Край ты, мой заброшенный», написанных в 1914 году, можно увидеть, как изменилась лирика поэта. Появились характерные есенинские интонации, мотивы, сравнения. Как метель черемуха машет рукавом. Поэт соединяет просторечное выражение с книжными высокопарными словами, духовное с бытовым. «Избы забаченились, а и всех-то пять, крыши их запенились в заревую гать». «Гой ты, Русь, моя родная, хаты в ризах образа». Первой музой Есенина была Анна Изрядного. Они познакомились в типографии. Поэт влюбился до беспамятства. Анна родила ему сына Юрия. Вскоре этот гражданский брак стал обузой для Сергея, а Москва и вовсе его разочаровала. Поэт считал, что его мало оценили, и принял решение уехать в Петроград. Там он первым делом встретился с человеком, который был для него авторитетом в мире литературы, Александром Блоком. Блок принял Есенина радушно и дал рекомендательные письма к Сергею Городецкому и Михаилу Мурашеву. Вскоре Есенин познакомился со многими знаменитыми литераторами – Горьким, Гиппиус, Ивневым, Гумилевым, Ахматовой, Мережковским, Клюевым. И, наконец, Есенина стали печатать в столичных изданиях. В 1916 году опубликовали первый поэтический сборник «Радуница» о крестьянской России. Сборник получил высокую оценку критиков. Они отмечали легкость, простоту и естественность поэтической речи. Но вместе с тем критика и упрекала Есенина за использование многих диалектных слов. «Пахнет рыхлыми дрочонами, у порога в дежке квас, над печурками точеными тараканы лезут в паз». Благодаря помощи друзей Есенин, когда его призвали в армию в 1916 году, отправился служить в царско-сельский военно-санитарный поезд номер 143 ее императорского величества, государыни-императрицы Александры Федоровны. А год спустя его отправили на фронт, так как наотрез отказался писать стихи в честь царя. Но поэту повезло, когда началась февральская революция, все решения царского режима были отменены. Поэт писал, «Первый период революции встретил сочувственно, но больше стихийно, чем сознательно». В это время поэт создал ряд поэм, в которых возник образ революции, «Товарищ», «Певущий зов», «Отчарь» и «Октаих». «Радуйтесь, земля предстала новой купели, Догорели синие метели, и земля потеряла жало, В мужичьих яслях родилось пламя к миру всего мира». Октябрьскую революцию Есенин воспринял с воодушевлением, но противоречиво. Поэт писал, В годы революции был всецело на стороне октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном. Работая в эсеровской газете «Дело народа», Есенин познакомился с одной из самых красивых и обворожительных женщин в своей жизни, Зинаидой Райх. Они поженились в 1917 году. Актриса родила дочь Татьяну и сына Константина, но из-за бесконечных измен поэта брак распался через три года. Позже Есенин написал стихотворение «Письмо к женщине», Которое посвятил Зинаиде Райх. «Вы помните? Вы все, конечно, помните. Как я стоял, приблизившись к стене, Взволнованно ходили вы по комнате, И что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, Что вас измучила моя шальная жизнь, Что вам пора за дело приниматься, А мою дел — катиться дальше, вниз. Живите так, как вас ведет звезда, Под кущей обновленной сени, С приветствием, воспомнящей всегда, Знакомый ваш, Сергей Есенин». В марте 1918 года Есенин возвращается в Москву. Здесь вышли в печать сборники «Голубень», «Преображение», «Сельские часослов», Книга «Ключи Марии». Также поэт написал поэмы с библейскими мотивами «Инония» и «Иорданская голубица». 1919-1921 годы — это время разочарования в революции. В письме поэту Александру Кусикову Сергей Есенин написал «Перестаю понимать, к какой революции я принадлежал. Вижу только одно, что ни к февральской, ни к октябрьской». Есенин не хотел принимать братоубийственной гражданской войны и социализма, что строили большевики. Поэт Андрей Соболь говорил, что так крыть большевиков, как это публично делал Есенин, не могло и в голову прийти никому в Советской России. Всякий, сказавший десятую долю того, что говорил Есенин, давно бы был расстрелян. А в поэме «Страна негодяев», что он напишет позднее, явно видны причины разочарования поэта. «Пустая забава, одни разговоры. Ну что же, ну что же мы взяли взамен? Пришли те же жулики, те же воры. И законом революции всех взяли в плен». Знакомство с Анатолием Мариенгофом привело Есенина к увлечению иммаженизмом. Вместе с Вадимом Шершеневичем они создали орден иммаженистов. Главной их идеей стала независимость образа от действительности. Иммаженистская декларация была опубликована в 1919 году. Один из важных пунктов программы гласил «Образ как самоцель. Слово требует освобождения от идеи. Поедание образом смысла – вот путь развития поэтического слова». Но идеи иммаженистов не были свежими. Еще до революции декаденты пропагандировали схожие мысли. Есенин, убедившись, что программа иммаженистов несостоятельна, решил покинуть группу. Также он считал, что смысл стихов намного важнее завуалированных образов. Духовность народного творчества и гармоничность произведений были первостепенными для поэта. Позже Есенин даже раскритиковал основные положения иммаженизма в статье «Быто искусства». Поэма «Пугачев» написана как раз в стиле иммаженизма. Для ее создания Есенин провел исследовательскую работу и даже отправился путешествовать по местам пугачевского движения. Поэму приняли радушно, а Максим Горький написал «Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью». В начале 20-х годов поэт вел разгульную жизнь. Пил, дебоширил, скандалил, пока не встретил Айседору Дункан, известную американскую танцовщицу. Это была любовь с первого взгляда. Их отношения не помешали ни разнице в возрасте, 18 лет, ни языковой барьер, Есенин не знал английского языка, а Дункан русского. Поженившись в 1922 году, супруги стали подписываться двойной фамилией Дункан Есенин. Есенин последовал за женой на гастроли по Европе и США. За границей поэт работал над поэмами «Страна негодяев» и «Черный человек» циклом «Москва-кабацкая». Сборник «Исповедь хулигана» опубликовали во Франции, а книгу «Стихи скандалиста» в Германии. О своем впечатлении о путешествии Есенин писал. «Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота здесь почти ничего нет. Здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде господин — доллар, а на искусство начихать. Самое высшее — мюзик-холл. Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод, зато у нас есть душа, которую здесь сдали за ненадобностью в аренду под смердяковщину». Несмотря на большое чувство, супруги постоянно ссорились, скандалили, расходились и сходились. Расставание было неминуемо. По приезде в 1923 году в Советский Союз супруги разошлись. «Я искал в этой женщине счастье, а нечаянно гибель нашел. Я не знал, что любовь — зараза, я не знал, что любовь — чума. Подошла и прищуренным глазом хулигана свела с ума». Айседора трагически погибла через два года после смерти поэта. Вернувшись на родину, Есенин отвернулся от направлений, к которым когда-то себя относил, и заявил «Я не крестьянский поэт и не иммажинист, я просто поэт». В это время Есенин жил у Галины Бенеславской. Она была не только очередным сердечным увлечением, но и занималась его литературными делами. Но в 1925 году Сергей расстался и с Галиной. Девушка тяжело пережила разрыв, но еще хуже она перенесла его смерть. Впоследствии она покончила с собой на его могиле, оставив записку. «Третье декабря 1926 года. Самоубила здесь, хотя и знаю, что после этого еще больше собак будут вешать на Есенина. Но и ему, и мне это все равно. В этой могиле для меня все самое дорогое». Последней женой Есенина стала внучка великого писателя Льва Толстого, Софья. Девушка окружила поэта вниманием и заботой, помогала с изданием его произведений. Но и в этом браке Есенин не обрел счастья. Она так и не стала его музой. В конце ноября 1925 года поэта поместили в психоневрологическую клинику. Несмотря на пессимистическое настроение и депрессию, Есенин продолжал писать. Он закончил поэму «Черный человек», одно из самых мрачных и зловещих его произведений. Недолечившись, Есенин покинул больницу и отправился в Ленинград, где остановился в гостинице «Англетер». 28 декабря поэт совершил самоубийство в своем номере. Почти через 40 лет после смерти Есенина были выдвинуты версии об убийстве, но эксперты их признали невыдерживающими критики. Похоронили его на Ваганьковском кладбище 31 декабря 1925 года. В поздних произведениях Есенин предавался философским мыслям, рассуждал о судьбе России, вспоминал свой жизненный путь, искал смысл жизни, размышлял о смерти. Последнее стихотворение Есенин передал Вольфу Эрлиху. Поэт сетовал, что в номере не было чернил, и поэтому ему пришлось написать его своей кровью. «До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки, без слова. Не грусти и не печаль бровей. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей». Творчество Есенина разнообразно. Оно включает в себя как деревенские идиллии, так и неприглядную жизнь кабаков и изнанку городских улиц. Но как трепетно он относился к природе. В его поэзии оживает каждый листочек, каждая былинка, и поэтому она часто воспринимается как гимн русской природе. Сергей Есенин писал. «Я пел тогда, когда был край мой болен».